Надо придумать картинку, из которой нашим способом получается картинка 22 штуки. Давайте. Молодец. Красная точка действительно здесь. Давайте поймем. Там у нас были части L и F, так? Да. А дальше, что мы договорились делать? Как у нас дальше было? Была часть L, часть R. Дальше мы договорились рисовать R. Правильно? А после этого рисовать отраженную L. Замечательно. Значит, вот этот кусочек – это R. А вот этот кусочек – это L'. Очень хорошо. Теперь рисую 22 картинку. 22 картинка. Отраженный L'штрих – это что такое? Это шаг вниз. Правильно? Когда вы это отразили, случился шаг вниз. После этого надо просто-напросто нарисовать весь этот путь. Это я умею. Два шага вверх, потом вниз-вверх. Согласны? Потом опять вниз-вверх. Потом вниз-вверх. Дальше два раза вниз и вверх. Два раза вниз и вверх. Ребята, вот что очень важно понимать. Красная точка ровно посередине. Вот эта высота равна этой высоте. При этом, когда вы рисуете сначала часть L, то вы спускаетесь на такую высоту. А потом рисуете L и вы поднимаетесь. Почему спускаетесь? Это понятно, потому что отразили. Вот эта высота, это есть та самая, которая там была показана. И красная точка расположена вот здесь. Так, давайте я сформулирую правило. Чтобы от штрихованной картинки перейти к наштрихованной, надо сделать следующее. Надо посмотреть, где заканчивается путь и где начинается. Это расстояние по высоте разделить на 2, провести такую прямую и взять самую правую из точек пересечения. Уже сделана работа до 7 штрих. Господа, давайте сейчас кто-нибудь, кто считает, что он все понимает, выйдет, нарисует несколько картинок, потом следующий человек выйдет и так далее. В правую часть мы просто перерисовываем. Переносим красную точку к самую правую точку. Да, да, да. И перерисовываем в ней от зеркального веры. Да, то есть 2 нарезка вверх. Какую картинку вырисуем? 10. А? Написать здесь 10 штрихов. 10 штрихов. И отметить красную точку. Первая, 20, одинаковая. Нет. А вы не понимаете правила? Между прочим, он вполне себе умный. Все замечательно. Но у него, что называется, быстренький. Он не может услышать длинную фразу. И в результате, когда ему говорят какую-то длинную фразу, то он для надежности сокращает эту фразу до первого и последнего слога. И в большинстве случаев этого хватает. А как только задача становится хоть сколько-нибудь длинной, этого не хватает. А он не замечает, потому что он считает искренне, что все люди тугодумы. И скорее сюда, по сравнению с ним, большинство людей тугодумы. И поэтому просто зря говорят. Если в книжке прочитать первую страницу и последнюю, чаще всего все понятно. В первой странице написано, что тут будет убийство. На последней странице написано, что убийца дворецкий. Ну, понятно, все. Книжку изучили. Вот. В математике так и бывает. В математике важно, что произошло. А? Что произошло между этим? Посмотрите на все картинки и попытайтесь таки догадаться. Как будет вывлекление? Нет. Просто шесть отрезков. Рисуем сначала правую часть. То есть три отрезка. Три отрезка. Нет. Вот тут они уже выбрыгнут. Поэтому раз, два, три. Замечательно. После этого ставим в конец красную точку. Ставим в конец красную точку. Многие из вас ровно на этом, что называется, страдают. Тут же проблема какая. Вы у нас такие все продвинутые. Большинство в своем классе самые лучшие. Что-нибудь такое. И так далее. И так далее. И в результате вы привыкаете к тому, что люди рядом с вами чаще всего говорят медленно и какие-то глупости. И привыкаете вообще пропускать все, что они говорят. Вот сейчас сколько там сначала занятий прошло. Один час двадцать пять минут. Он полностью пропустил. Потому что я говорил слишком медленно для него. А в результате он не понял вообще ничего. И так. Нарисовали левую часть. Теперь надо взять правую и ее симметрично отразить и перерисовать сюда. Когда вы ее отзеркалите, получается вертикальная штука. И это будет три отрезка сюда. Раз, два, три, еще. Раз, да, да. Два, три. И вот это и будет картинка номер двадцать штрих. Напишите рядом. Двадцать штрих. Спасибо. Одиннадцать штрих. Сначала нарисовали правую часть. И после этого зеркально отразили левую. Что у нас получилось? Да, спасибо. Следующий. Двадцатый штрих. Да. Рисуем. Да, да, да. Давайте, давайте. Рисуем сначала правую часть. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Да. И после этого отзеркальную левую. Симметрично отраженную левую. Так, ура. Двенадцать штрих. О, слушайте, у нас понимание, народ уже начинает с энтузиазмом идти. Это означает, что поняли. Что вы должны были сделать? Вы должны были две вверх, одна вниз, одна вверх, одна вниз. И после этого стоит красная точка. Вы красную точку поставили туда. То есть картинка правильная, а красная точка стоит неправильная. Красная точка должна быть здесь, да. Вот теперь правильно, спасибо. Зачем. Шестнадцать штрих. Два раза вверх, молодец. Потом два раза вверх. Один раз вниз и один раз вверх. И красную точку не забудьте поставить. Да, да, да. Все, спасибо. Нарисую абсолютно случайно в образе две картинки. И попрошу сообразить, чему они соответствуют. Итак, картинка номер двадцать три. Начинается и заканчивается на все абсциссы. Красное белое тоже нужно. Вот красное белое. Правильно. Да. Отлично. Да. Теперь правую часть просто перерисуем. Да. Ставим там. Открыли. Все, спасибо. Ваши ученики. Как найти наоборот двадцать четвертую картинку, если двадцать четвертая штрих нарисована? Что надо по нашим правилам делать? Нужно учить красную точку. Да, а как? Вы забыли правила, да? Да. Так, давайте. Мы ищем как-то серебряную линию между нижним и верхним концами. Правильно. Мы смотрим самую левую и самую правую точку и расстояние по высоте делим пополам. Проведите фруктир на эту прямую. Четыре пополам это два. Да, все правильно. Все понимают или нет? Да. Замечательно. И теперь, какую из точек пересечения берем? Самую правую. Самую правую. На самом деле, это логично, ребята. Если там брали самую левую, то здесь логично, наоборот, брали самую правую. Отлично. И что теперь делаем? Значит, теперь мы оставляем. Этот кусок называется отраженная левая часть. Поэтому вы можете... Да, да, да. Если вы зашли этот экранчик, не здесь. А вот через красную точку вы проходите. Мы быстро наотражаем. И значит, мы рисуем эти отрезки. Два отрезка вниз. Так. Да, да, да. Так. Нарисовал этот отражок. А после этого... Ставим туда красную точку. Единственное только... Все отрезки уже в высоте. После этого один... Вот так. Спускаемся вниз. Да. Поднимаемся два раза. Сюда и еще дальше. Нормально, нормально. Да. Дальше. Спускаемся вниз. Поднимаемся вверх. Не надо... Чуть-чуть вот на них посильнее. Здесь все хорошо. Чуть-чуть здесь посильнее. Поднимите. И все будет хорошо. Да. Так. Дальше куда? Да. Да. И вверх. Ребята, что важно? У нас вот эти две точки оказались на одной длине. Спасибо. Я боюсь, что вот это не понял. Обратное преобразование. У вас красная точка, на самом деле, располагается ровно на середине высоты. Потому что, ну, надо сдвинуться на одинаковую высоту, чтобы дойти от нее до начала и до конца. Когда мы возвращаемся из точки минимума, когда мы идем из точки минимума в... конечный пункт маршрута... То мы настолько же поднимаемся. Мы настолько же поднимаемся, поэтому она располагается ровно на середине. Да. Ну и понятно, что она будет самотравлой. Ну вот почему понятно. Ну, смотрите, давайте вот этот кусок здесь перерисуем. Да. Двое сердце так же будет идти. То смотрите, почему она будет самотравлой. Если она окажется не самотравлой, то значит, здесь будет точка. Да. Но когда мы посмотрим, какой точке она здесь соответствует, эта точка будет на той же высоте, что и самая левая точка минимума. И левее. Ну, левее, да. Ну, противоречие с нашим постройки. Кто-нибудь что-нибудь понял? Нет. Главное, что единогласно. Единогласно. Господа, а это важно. А вот это важно. Это называется... Нет, это нормально, что вы сейчас поняли. Это называется неумение слышать человеческую речь. Дело в том, что большинство из вас на самом деле не понимают, что их говорят. Большинство из вас привыкли слушать интонацию, да. Есть замечательные примеры. Вот сегодня молодой человек выяснил, что он больше, чем час просидел и вообще ничего не заметил. Почему? Потому что он привык улавливать с полуслова. Он привык понимать интонацию, потому что от него мало чего требует. Да, он привык к тому, что все слова взрослых примитивны. А вот... А если не так? А если у вас какое-то более-менее осмысленное предложение? Коля сейчас, более-менее с самого начала, медленно пытается все рассказать. А если вы все понимаете, радуйтесь. У нас есть некая атактива. Плюсов и минусов поровну? И шесть минусов. И шесть минусов. Договорились. Точечки ставь, Коль, после каждого единичного шага что случилось? Я не понимаю. Да, пожалуйста. Получилась такая картинка? Получилась такая картинка. Пожалуйста, проверяйте. Почему? Она очень интересная. Она переходит сама в себя. И что? Переходит сама в себя. Переходит сама в себя. Почему? потому что здесь красная точка это самое левое из точек минимума все понимают и значит красная точка просто будет переставлена в самый правый конец и больше все так отлично отлично да что не поинтересно и здесь красная точка самая левая из самых нижних да да поэтому когда помните здесь правая часть здесь левая да красная точка переходит в вот эту точку называется биекция нелсона был такой математик который 20 веке придумал такой вот способ да да всегда иначе мы можем сейчас прямо взять и перерисовать сколь у тебя есть другой цвет мела быстро возьми синий и отраженную l пожалуйста прорисуй так три отрезка вверх и вот это все поняли очень хорошо во первых какая у нас получится картинка мы должны будем мысленно зачеркнуть вот там вот зачеркнуть то что слева от от рождения поняли да часть или зачеркивается и там напиши эль штрих эль штрих наоборот возникает так вот по нашему правилу как искать положение покажи пальцем какой точку мы сейчас будем искать вот эту правило очень простое надо взять высоту на которой расположена начальная точка и высоту на которой расположена конечная точка и между ними ровно пополам провести прямую ты слишком далеко правил потому что части эль у нас уже нет да потому что она возникает после четного количества шагов и так у нас после четного количества шагов у нас всегда четное расстояние потому что каждым шагом мы сдвигаемся на единицу после нечетного количества шагов мы по высоте сдвинулись на нечетное число после четного на четное так отлично дальше да ну то есть предположим как назад метод противного предположим что какая-то точка оказалась на эль штрих правее да да по нашему правилу посмотрим на ее прообраз в на то откуда она получилась про образ это то откуда она пришла да эта точка будет левее чем ну поставь там какую-нибудь звездочку вот представь себе представь себе что здесь на эль штрих где-нибудь там вот возникла какая-нибудь звездочка да тогда она будет на высоте что и красная точка и левее ее почему вот тогда вот это они не понимают и так пусть эль штрих оказалась где-то здесь вот на эль штрих есть только ты поставил звездочку правее конца такого конечно не бывает поставь звездочку где-нибудь все-таки между да и так вспоминаем что такое эль штрих надо да отразить но при этом еще и сдвинуть вниз потому что мы откладываем поставь там точки а и b вот бывшая красная точка называется нет наоборот бывшая называется а а будущее красная точка называется б вот смотрите чтобы что что у нас было у нас раньше в самом начале красная точка была а так да или нет да потом она стала б и от точки б мы откладываем часть эль штрих то но при этом как все-таки получается часть эль из эль штрих надо отразить относительно вертикали и передвинуть вниз правильно отлично тогда значит звездочка будет отражена относительно вертикали и передвинута вниз и куда она попадет при передвижении вниз примерно туда куда поле нарисовал согласно ну получается что до 0 и право меняется да да и при сдвиге вниз она окажется ровно на уровне точки а то что она там была на уровне точки б да да потому что если была правее то чтобы еще но на самом деле конечно коля объяснил только в одну сторону по-доброму надо было бы объяснять и в обратную сторону тоже то есть берем любую картинку которая нигде не спускается ниже оси абсцисс берем разницу по высоте делим на 2 получается . и получается . и потом получаем это самое эль и там она будет ну более-менее по тем же у нас реально есть симметрия и сдвиг да 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 да